Привет, с вами Оранж. И с вами Дэвид. Сегодня мы поговорим о долгожданном, реально долгожданном Логане. Поначалу у нас будет не спойлерный, естественно, обзор, а потом мы предупредим, скажем, что, ребят, кто не смотрел, проваливайте. Да, пройдёмся в конце каким-то ключевым интересным моментом, из которых сложно. Действительно, есть почему. И вначале хочется поговорить о трейлерах. На самом деле, они были очень крутые и качественные. И на самом деле, атмосфера, что мне действительно понравилась, атмосфера, которая там была, она на самом деле идеально передавала именно вот эту атмосферу, которую мы получили в самом фильме. В последнее время это, на самом деле, редкость. Да, и вообще трейлеры, они были настолько хороши, что они задали стандарт уже фильму. И у нас ожидание, этот фильм, аааа, и фильму сложно тоже переплюнуть. Фильм переплюнул трейлер, он нам доказал, что да, да, вот, ну всё. И что вот этих переживаний, по сути, вот этой драмы, которая была в трейлерах в фильме, просто навалом. Здесь чувствуется, что режиссёр Джеймс Мэнглотт и Хью Джекман, они, по сути, просто кайфовали. То есть, они пришли, написали шикарный сюжет, их никто вообще не дёргал, никто из студийных боссов к ним даже вообще и близко не притрагивался, потому что они понимали, режиссёр уже работал, он уже снял для них второго Росомаху. Но Хью Джекман, это Хью Джекман, как бы у него куча опыта, он играет Росомаху уже хрен знает сколько. И, скажем так, студия, она понимала, что, ну, получиться какой-то провал у них просто не может. Плюс ещё удача с Дэдпулом, это рейтинг 18+, они дали. То есть, они были во всём уже уверены, они вообще не вмешивались в этот процесс и сказали, «Ребят, делайте, что хотите, главное, чтобы у нас был хороший кинчик». И режиссёр и Хью, они просто вот, реально, они просто угорали по фану. И у них получился охрененный фильм. Это просто... И забавно, сам Джекман, он сам говорил, что я хочу убедиться, что очень хороший сценарий, что всё как надо, потому что это моё последнее появление, последний, по крайней мере, сольный фильм о Логане, как бы и всё. Вот, и забавно, я когда смотрел титры вначале, там потом был титр «История Джеймса Мэнглэда». То есть, сам режиссёр, он, возможно, полностью сценарий сам писал, прорабатывал. То есть, это, мы хотим сказать, что это полностью авторский проект Хью Джекмана и режиссёра. У Джекмана было вот определённое его видение персонажа, и он уже 17 лет в этой роли, он перечитал наверняка сам какие-то комиксы. Если не все. Ну, да, поэтому, действительно, свобода, свобода, это такой... Это не очередной, получается, такой студийный проект, там, а-ля Марвел. А-ля Марвел, да, это вообще совершенно другое кино, это совершенно о другом кино. И здесь чувствуется вот то, что, по сути, они начали вдвоём делать в... Росомахе. Росомахе, да, в «Бессмертном». То есть, вот это именно развитие персонажа крутой, и вот это приближенный очень файт к... К реализму, да-да-да. Это всё перекочевало вот в эту часть и просто достигает таких-то апогеев, действительно. Это очень круто. Вот в «Росомахе Бессмертном» они всё-таки сделали рейтинг R, но уже... Блю-рей, когда выходил, они непосредственно... Да, 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 здесь они просто себе развязали руки и сделали просто... Причём круто, что рейтинг 18+, забегай вперёд. Скажем так, здесь есть не только кровь. Если вы смотрели, вы понимаете, о чём я. Забежал вперёд, прыгнул, да? Забежал, да, чуть-чуть вперёд. Режиссура фильма просто потрясающая, и, по сути, вот эта режиссура, она держит фильм, она создаёт фильм. Без этой режиссуры фильм... Я не могу представить, что другой режиссёр придёт, и поэтому сценарий снимет этот фильм. Сценарий очень простой, на самом деле. Да, он очень простой. Вот, и сам фильм, он выстраивается на режиссуре и на актёрской игре. Всё. То есть, я говорю, другие актёры, другие режиссёры, они бы не смогли... Вот именно вот этот микс, вот этого режиссёра, актёров, каст, они всё сделали. Причём вот эта режиссура, по сути, она держится ещё на всех предыдущих фильмах. То есть, если ты их не смотрел, то ощущения вот этого эпика у тебя не будет, потому что ты понимаешь, что это последняя картина. Ты понимаешь, что у данных персов был огромный, просто гигантский бэкграунд, и когда ты всё это осознаёшь, когда ты видишь их, там, в последние какие-то моменты, ты просто, ну, действительно, это просто непередаваемое ощущение. Для меня первый раз этот фильм сделал то, что я хочу называть профессора... Короче, раньше называл его профессором, теперь я хочу говорить Чарльз. То есть, вот это всё, и всё этим сказано, что вот что сделает этот фильм с нашими там уже героями, которым мы 17 лет уже... На самом деле, вот подобный фильм я хотел увидеть очень давно, и именно по Росомахе. То есть, когда выходил Росомаха Бессмертный, по сути, я думал, что он именно будет вот в подобном жанре, но... Он, по сути, в подобном, но он в подобном студийном фильме. Да, он всё равно студийный, то есть, мне там вот этого не хватало, и сразу надо оговориться, что для кого-то, мне кажется, кстати, на самом деле для многих, это будет минус, вот подобный режиссуру, то есть, сейчас все привыкли, что супергеройское кино, по сути, это Марвел. То есть, это Марвел, это веселуха, это много эффектов, здесь вообще такого нет. Мы, соответственно, знаем, как восприняли Бэтмена против Супермена, они как раз старались сделать вот так же. То есть, здесь, по сути, фильм вообще о другом, серьёзно, то есть, здесь и графики меньше, здесь просто всё строится на долгих каких-то планчиках, на таких местах, я бы даже сказал, нудных, скучных планах, но это именно идёт на развитие режиссуры, на развитие персонажей. И я боюсь, что сейчас, в принципе, сейчас неплохие рейтинги на том же Киноплейске. Я боюсь, что со временем рейтинги опустятся, именно потому, что массовый зритель всё-таки именно ожидает совершенно другого кино. И если, допустим, я, там, ты, скорее всего, мы, на самом деле, давно вот именно ждали подобного фильма, то массовый зритель, я думаю, что ему вряд ли нужен, в принципе, подобный фильм. Я надеюсь, что я ошибаюсь, реально, я надеюсь, что сборы будут просто бешеные, и что зритель покажет, что именно подобные фильмы очень круто, что студия, по сути, снимает и, возможно, будет снимать в дальнейшем. Я очень рад, что после неоднозначных, на самом деле, неоднозначной критики и бокс-офисных результатов Росомахи Бессмертного, они всё равно оставили команду, они оставили режиссёр. Ну и как Юджекман сказал здесь своё слово, потому что он понимал, что ему нравится работать с этим режиссёром. То есть, на самом деле, многие говорят, что Росомаха Бессмертный – это такой достаточно слабый фильм. Но он офигенный. Он офигенный, да, то есть в плане именно как фильм он офигенный. Как супергероика многим он не нравится, потому что там нету именно вот этих бешеных взрывов, графики и так далее. В последнем акте они уже как раз решили добавить, скорее всего, студия опять же решила добавить вот эти вот элементы. Ну, там этого очень мало, там этого мало было. Да, всё равно всё нормально, эдонично. Я на самом деле вообще не верю, что я, как бы это странно не звучало, дожил до того момента, когда супергероику начали снимать вот в таком ключе, потому что это реально, подобного ещё не было. По сути, это даже как фильме супергероика, потому что Росомаха, можно сказать, он вообще не герой. Если, допустим, взять там Люди Х2 или Х3, да, там чувствуется, он уже какой-то герой, он уже в Х-менах, они спасают мир. Здесь... Здесь он просто бомбило. Да, здесь он так, без спойлеров, он вообще другой человек. Ещё есть два момента, о которых тоже хочется сказать. Первое – это локации. Они здесь безумно простые, но очень красивые. Слушай, твои попугаи, по-моему, вообще не затыкаются. Они тоже посмотрели Логана, и им есть что-то. Между собой болтают, да. Ребят, сори, если попугаи очень громкие. Я надеюсь, музыка на монтаже. Забьёт их, да. Мы не можем их заткнуть, потому что эти... Я не позволю это сделать. Да, это парочка. Так вот, значит, первое – это локации. Они безумно атмосферные, они очень красивые, запоминающиеся, что самое главное – приятные. И второй момент – это, на самом деле, быт. То есть, чего лично мне не хватает в супергеройке, и отчего многие супергеройские фильмы смотрятся как такой трешничок. Слишком эпичные, слишком божественные, небесные. Да, когда нет быта никакого, когда ты не видишь, что просто там, не знаю, условно, чувак пришёл к себе домой, там, налил себе кофе, выпил. Вот таких вот кадров не хватает. И убил человека. Да, и убил человека. И здесь весь фильм на этом строится. Весь фильм, по сути, строится на быте. Мы видим, по сути, двух мутантов, даже больше, чем двух мутантов, которые старые уже, у которых есть, скажем так, старческий маразм. Короче, им надо просто жить, и они пытаются выживать. Они даже не живут, они выживают. Это фильм о жизни, по сути, а не о каких-то мутантских штучках. Это классно. И в плане локаций мне нравится, что это такие локации, которые ты можешь встретить. Вот ты ощущаешь, что ты можешь там оказаться. Я не то, чтобы я жил в Мексике или где-то на юге США, но всё равно чувствуется, что это простые здания, простые люди, комнаты. Не какие-то фантастические граммы. Всё очень реалистично. Да, да. То есть, когда ты, допустим, включаешь того же «Стрэнджи», и там просто великолепно вылизанные декорации, там все бегают по зданию. Нет, это клёво, конечно. Нет, это прикольно, но просто от этого уже устаёшь. И Логан — это просто как глоток свежего воздуха. Причём глоток свежего нового воздуха, которого ещё реально не было. То есть, если Логана сравнивать, то его можно отдалённо сравнить с, опять же, Росомахой Бессмертным. И, в принципе, с трилогией Кристофера Нолана. На самом деле, даже трилогия Нолана, она выглядит... Она совершенно другая. Да, но всё равно сравнить немножко можно. Она более игровая, цирковая по сравнению. Всё-таки там... Вот я просто представляю вот этого Бэйла, стоящего в костюме, говорящего этим голосом, и Логана, который просто реально... Который говорит, что? Костюмы? Вы чё, ребят? Блин, как я нелепо присмотрелся в этом костюме. Вы чё, о чём, ребят? Персонажи, я не знаю, может, ты уже копнул эту тему, но персонажи, они ожили, они стали реальными людьми, а не какими-то, можно сказать, стереотипными. Не планшетными, стереотипными. Да, да, да. С 22D-экрана, они стали объёмными 3D-персонажами. Был ещё момент прикольный. Сам режиссёр давал интервью, и, насколько я помню, как раз он это говорил, что он просто не может представить того же Росомаху в этом очень нелепом костюме. Нет, это, конечно, можно сделать, это будет красиво, но это противоречит, это даже противоречит самому персонажу. Конечно, хочется ещё прибежаться отдельно прям по каждому актёру, но давай возьмём вот эту троечку, на которых, по сути, просто вот три актёра, на которых держится весь фильм. Это, конечно, Росомаха, это Ксавьер и Икс-23. Назовём её так. На самом деле все отыгрывают шикарно. Ну, то есть, если с Росомахой всё понятно, с Ксавьером тоже, то есть, шикарно. То есть, это великолепные актёры, которым просто дали отличный материал, и, как ни странно, ребят, действительно, как ни странно, но в Супергеройке можно круто отыгрывать шикарных, не каких-то планшетных персонажей, а действительно интересных персонажей, прям вот у которых чувствуется шикарный бэкграунд. И, конечно же, Икс-23. Икс-23. Это маленькая девочка, которая... Просто орёт и всех убивает. Да, которая, на самом деле, тоже очень круто отыграла, потому что ты смотришь на неё, и у неё прям в взгляде есть какой-то... С одной стороны, ты ей сопреживаешь, когда ты её видишь. Серьёзно, она глазами всё очень... Да, 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 то есть у неё очень мало говорилки, так сказать. То есть, по сути, вот всегда, когда мы её видим, она отыгрывает... Лициями, мимикой лицами, движениями. Да, 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 да. И отыгрывает шикарно. То есть, насколько я знаю, актерисе 12 лет, и на 12 лет это просто... Да, то есть, для неё такое чувство, что если она продолжит, то у неё оскароносный будет уровень, если она... Ну да, если всё у неё получится в таком же темпе. И чем её хочется похватить, в отличие от Джекона и Стива? Причём, извините, причём она отыгрывает, знаете, как... Ну, бывает, там, когда человек... Ну, какие-то актёры отыгрывают, в принципе, одну и ту же мимику, там... Не знаю, допустим, Бен Аффлек тот же. Я люблю Бен Аффлека, но согласитесь, то есть у него... Ну, персонаж такой. Да, у него... Нет, у него просто в каждом фильме есть определённое амплуа, и он, по сути, ну, ничего не говоря, он отыгрывает определённое амплуа всегда. А здесь чувствуется, что она как хмелёна, которая может меняться. Да, да, а здесь она то грустная, то яростная, то печальная. Она то бешеная машина-убийца, то маленькая девочка, которая хочет поиграть. Тут и реально сопереживаешь, да, и это очень круто. И в отличие от Стюарта и Джекмана, в чём стоит её похвалить, у них есть 17-летний опыт в этих персонажах. А у неё всё с чистого листа. Ей 12 лет. Она играет лучше, чем я. Потому что самые такие, наверное, эмоциональные сцены, они были связаны именно вот с этой девочкой. Да, она всё... Если как бы этот элемент убрать из фильма, эту девчонку... На самом деле, если бы я перечитывал, не знаю, комик Старик Логан, то мне прям хотелось бы вот этого... Да. Не хватает этого элемента. Потому что вот этот рейтинг 18+, на самом деле, он... Как ни странно, когда мы все подумали о рейтинге 18, ну что ты думаешь? Окей, будет кровяка, будет круто, будет крутая боёвка, но вот эта вся боёвка, она в плане режиссуры, она просто настолько шикарно, да, эмоционально заходит именно вот в формате этой режиссуры, потому что режиссёр нам всегда давит на такие какие-то психологические моменты. То есть ты реально чувствуешь, что это драма. То есть если бы не было вот этого рейтинга 18+, не было бы такой шикарной драмы, реально, от которой ты просто можешь кайфовать. Вот. Вот. Да. Вот этот паренёк с металлической рукой, да, их там было много с металлическими руками, но вы знаете, о каком я... Вот, и он очень классно сыграл. Дональд его звали, если я не ошибаюсь. Харизматично получилось. Да, он... То есть по сути у него особо ничего же не было в фильме. То есть он... Он особо ничего не делал. Он просто... Он просто появлялся в кадре, что ты классненько делал такой, а я тебя поймаю. Давали под зад и... Да, да, и классно, то есть персонаж качает. Опять же, я 20 раз про это говорю, что злодеев, по сути, в последней супергероике очень прям, очень-очень мало, именно крутых и харизматичных. А здесь же он, по сути, ничего не делал, но у режиссёра получилось, и у актёра получилось создать... Он его правильно адаптировал. Да, да, получилось именно вот прикольно показать. Это парадокс, это парадокс. Он ничего особого не делал. Но у него классно можно смотреть. Он не особо развит, но у самого как генин. Прям как приорти. Ну и, конечно же, пару слов о мясном классном экшене нельзя не сказать, потому что, опять же, подобного супергеройки мы ещё не видели. Настолько просто... Настолько красиво, настолько... С эмоциями. Да, настолько с эмоциями. То есть почти каждый раз, когда он дерётся, его просто такое ощущение, что доводит до апогея. То есть, знаете, как будто бы ты прям вот так подходишь, такой оп-оп-оп-оп-оп, и потом просто твой друг уже в ярости вытаскивает ножи и начинает тебя резать. Чем не стоит заняться в ближайшие пять минут. На самом деле, просто вот видно реально, что каждая, почти вот каждая драка, это его просто доводят. Его доводят до абсолюта, и он пытается просто... Всех порезать. В экшене, на самом деле, это такая... Да, мы, конечно, можем... Он классный, да, он классно снят, он жестокий, но не это делает его круто. Его делает вот этот билдап, вот эта подводка, как ты сказал. Да, да. Если бы просто без эмоций и без причин он бы начал рубить людей, даже если это было красиво снято, но это было бы... По сути, есть такие три части у фильма, и вот каждая, как раз, наверное... Каждая часть фильма, она заканчивается именно вот охрененным экшеном, по сути, можно так сказать. Да, да, это... Фильм очень балансирует на грани такой для простого зрителя, можно выразиться, как ты сказал, медядиной, и он прям... Ну, хорошо, он реально сбалансирован, смиксован, что если ты думаешь, о, тебе, может, немножко скучно, и разговор, разговор, и... Пам! Начинается... Причем этот накал, он идет как бы вот через... Вот, допустим, вот первая часть у тебя идет прям такой накал, накал, накал... Вторая часть у тебя... Да, 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 такое чувство, что можно из фильма вырезать все вот эти акты и просто отдельно посмотреть, как просто эпизоды, какие-то 20-30 минутные. Вполне, вполне очень... Они сжаты, в них очень много чего есть. Просто берешь каждый эпизод, он напичкан просто посылами сценариям, режиссурами и все. Еще такой моментик, нам уже прям анонсировали, ну, если вы помните промо-компанию, то в самом начале нам постили классные, чебешные фоточки, которые просто... По которым уже на самом деле было понятно... Уже стебаться начали все, по-моему, по-моему. Да, да, да. По которым на самом деле и было понятно, что ребята готовят что-то вообще новенькое. Потому что, блин, вкидывать чебешные фотки как промо, это очень круто. И ты сразу понимаешь, что ребята хотят непростую супергеройку тупую нам показать. Такое чувство, что с точки зрения сценария режиссуры фильм должен быть черно-белым. по-моему, Вот, вот. И самое главное, что буквально недавно режиссер сказал, что да, чебешная версия будет, что нам ее забачим. Он же работает на ней более того. И на самом деле я прям очень жду, потому что вот конкретно этому фильму чебешная версия, а я как бы напомню, что чебешная версия, чем она по сути, ну, круче, чем цветная версия, ну, на мой взгляд, это то, что чебе, она... когда у тебя нету цветов, у тебя более эмоциональное восприятие картинки, изображения, и чебешная версия данному фильму это просто вот must-have, реально. Усиливается актерская игра, усиливается режиссура, усиливается драка, вот это все. Визуально, ты смотришь кадр, ты... Мне иногда даже больше нравится черно-белый кадр. Да, да, да. Вот. Ты прям проникаешь самими героями, персонажами. Как думаешь, черно-белый кадр у него копки будут, они, наверное, круто будут, отливают, серебряный, чисто, да. Да, да, не знаешь, так подсвечивается такой взгляд его, как-то. Нет, короче, чебешка, реально, это прям вот то, чего я жду очень-очень сильно. У меня такое чувство, что, не знаю, после этого фильма Тарантино такой, Хиджак, ну, может, снимем тебя? Может быть, самурайскую драму сделаем? Настолько-настолько это все сделано, что это просто на уровне, можно сказать, таких великих режиссеров современности. На самом деле, хочется верить, как я уже говорил, что данный фильм, он как-то немного поменяет умы людей и поменяет расклад супергероики в Голливуде в самом. Да, да, потому что Дэдпул в свое время, он конкретно все поменял, он сказал, что, ребят, супергероику с рейтингом 18+, снимать можно. Росомаха же, как мы думали, что, окей, Росомаха будет тоже с рейтингом 18+, по сути, там просто кровячок будет и все, но, блин, Росомаха реально, вот как и Дэдпул, он тоже меняет все, и я надеюсь, что вот эту тенденцию, она пойдет дальше, то есть, что, по сути, зрители поддерживают фильм хорошей монеткой и что ребята, большие студийные боссы поймут, что, блин, а ведь снимать супергероику можно совершенно по-другому, и это действительно канает, это действительно собирает огромные залы и, соответственно, приносит прибыль. на самом деле, я нисколько волнуюсь, ну, а монетки, конечно, это тоже важно, но я надеюсь, что режиссеры потянутся к подобным проектам, что я хочу это сделать, ребята, я видел Логана, я хочу это сделать, это, это очень новое, что хорошие режиссеры, да, они захотят работать супергероикой, и для них это не будет позорно. Нолан это уже сделал в 2005-2008 году, но это выходит вообще на другое уровень, это... граничный, я бы сказал, с арт-хаусом, местами. Да, и просто, может быть, даже немножко отбитно, что, возможно, дикие фанаты Дэдпула и всего этого, хотел с матом сказать, всего этого абзаца, который происходит в фильме, возможно, они будут разочарованы, то есть, если они хотели просто прийти посмотреть Рейтинг Эра, они будут разочарованы. Сейчас уже будет спойлерная часть, мы пройдемся по каким-то таким сюжетным моментам, по деталькам, по каким-нибудь пасхалочкам. Ребят, на самом деле, все, если вы не смотрели, вам нужно бежать в кинотеатр, посмотреть, возвращаться и включать видео, на мой взгляд. Вот, значит, на самом деле, первое, о чем хочется сказать, это трейлеры. Трейлеры были очень прикольные и самое крутое, что в трейлерах, на самом деле, нам много моментов очень классно... Отполировали. Отполировали, да. Отсмискировали, да. Да, да, и даже не стали спойлерить. За это, ребятам, огромный респект. Например, вот один из кадров, который мне прям в глаза очень сильно бросился, это когда в трейлере на росомаху кто-то сверху нападает, он защищается когтями и там мы видим прямо отчетливо. Да, когти, но мы видим 4 когтя и, соответственно, я подумал, что это X-23. Как ты был неправ. Как же я был неправ. И серьезно, я как-то в фильме ожидал, может, они как-то сцепятся какой-то будет конфликт. То есть сюжетка, сюжетка в трейлере была таким образом сделана, что у них будут какие-то все перочки, да. В этом иногда и проблема самих трейлеров, там же с тем же «Бэтмен против Супермена», когда тебе показывают это в одном ключе и ты уже «А-а, будет это, будет это». А в фильм, типа, гнёт другую линию и зритель такой «Э-э-э». Но здесь это в положительную сторону только сыграло. То есть все моменты, которые они отполировали в трейлере, всё только в положительную сторону. Это очень классно. Кстати, вот по поводу пасхалочек к предыдущим фильмам. Да, это просто очень классно, очень тонко, очень ненавязчиво. Там есть очень наглые пасхалки в виде игрушек и комиксов. Это даже не пасхалки. Нет, это даже не пасхалки. Короче, две простые прикольные отсылочки на предыдущие части. Ну, первый, вот этот боевой жетон, по сути, который отсылает на первую часть «Росомахи». Ну, он не буквально как-то нам... Мне даже иногда больно вспоминать этот фильм, потому что там ну, очень много нестыковых. Очень много, очень страшно, да. Но он просто нам говорит, просто вот этот артефакт, эта реликвия, она просто уже, не знаю, сто лет его истории так образно рассказывает, чем занимался. Ну, все равно, то есть образно, по сути, она отсылает нас к первой части, к первому, как он называется, «Росомаха-началу». Сначала «Росомаха». Вот. И, по сути, потом «Катана», черная, классная «Катана», которая отсылает нас на второй фильм о Логанде. По сути, это очень интересный вопрос. Мне очень нравится «Росомаха-бессмертный», и мне очень не нравится, что теперь было непонятно, что он не в этом таймлайне находится. Что вообще, как? На самом деле, по поводу таймлайна, давай в самый вообще, в самый конец за суть, потому что это отдельная долгая тема, которую... Настолько в конец, что мы не будем в этом все говорить. Да, мы вообще не будем говорить. Так же, как и создатели. Ну, а теперь поговорим о нашем бильярдном шаре. Теперь мы будем только так. Жалко апокалипсис его так не назвал. Слышь, ты бильярдный шар. В общем, Чак, 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 Чарльз Ксайер. Вот. Не к минимуму, что будущего. Он, по сути, тоже почти в каждом фильме был. То есть, если вспомнить все фильмы по Иксменам, он почти в каждом фильме есть. На самом деле, в первом классе в апокалипсисе, наверное, не было все. В Людик Сначала Росомаху косвенно был, потому что они его сделали просто сейджайном. Не-не. Омолодили его. Я имею в виду, что сам Чарльз, то есть, понятно, что где-то... Да, именно сам персонаж. То есть, по сути, он у нас есть почти в каждом фильме, и вот это вот завершение его истории, я просто... Если я тебе говорил это ранее, я когда смотрел «Час Логана», то я просто недавно решил пересмотреть, посмотрел «Первый класс», «Зни минувшего будущего», «Апокалипсис», «Росомаха бессмертная», ну и Депула так, как в «Вишенка на торте», блядь. Вот. И просто получается, да, актер другой, но я не знаю, что это было за магия. Со мной первый раз такой, когда другой актер меня может убедить в том, что он играет другого. Что это тот же персонаж. Что это тот же персонаж, да, что два актера. И я просто, я смотрел фильм, и буквально у меня были, у меня были кадры там из первого класса, когда он там, у меня были кадры, когда он ребенком стоял на кухне и встретил мистик. И я просто, я ааа. И вся вот эта его история, вся концовка этого персонажа в завершении, и ты думаешь, блин, насколько он великий персонаж вообще в мире. Насколько он, со всех точек зрения, он опасен, он и добр. И ты просто, и вот такой конец. И это просто очень жизненный момент, что даже там великий герой, президент, я не знаю, там какие-то актеры, звезды, что все, просто все люди, все могут умереть, не знаю, в ванне, в постели. Это, это вроде ничего, это нет сверхъестественного, но это настолько жизненно, и тебе вот эту жизнь показывает. Они просто пихают на экран. На самом деле, что я хотел сказать, это то, что по сути, вот во всех фильмах у нас есть два основных персонажа. Это, вот как ни крути, это Чарльз и Логан. Даже Эрик отходит. Да, да, то есть даже Эрик, на самом деле, второй план отходит, и по сути, это два вот ключевых таких персонажа, на которых держится все. И то, что здесь, по сути, в этом фильме у нас подвели и к смерти и одного, и другого, это очень... Они, по сути, закончили... Они вот с этим фильмом, это не то, что Логан, это, не знаю, «Люди из последней битвы», это, короче, это завершение «Х-мена». Все, это «Х-мена» больше нет. Как бы их, по сути, и в начале даже фильма нет, но это причем... Две тени, две тени вот этих два призрака. Да, 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 причем интересная такая тема была, что здесь, по сути, нам не особо сказали, что с другими, там, «Х-менами», что с другими вообще участниками. И интересно, как интересный вариант. В этом фильме, кстати, очень много таких моментов, которые нужно додумывать самому, причем додумывать можно как угодно, то есть, есть много разных вариантов, и вот, допустим, как вариант, если ты помнишь, Чарльз, он там где-то под середину фильма вспоминает, что типа была вот эта трагедия, почему он начал вот эти все таблетки, приступы, да, да, да. Да, то есть, в течение всего фильма он не хочет их пить, он хочет оставаться в здравом уме, так сказать. И только потом, когда он ложится спать, он, собственно, вспоминает, когда он как раз разговаривает с X-24, выясняется внезапно, что он вспомнил, он вспомнил, почему эти таблетки ему нужны, потому что как раз был какой-то приступ, был инцидент, да, был инцидент, и как раз пострадали несколько мутантов, по-моему, 9 мутантов, и... Он сказал, там десятки людей, по-моему. Да, много-много людей, и по-моему, 9 мутантов. И как вариант мы можем так предположить, что, возможно, как раз это основной состав X-менов. Он развалился в особняке, и что-то пошло не так. Да, да, да. И поэтому могли развалиться и разойти X-мена, и... То есть, на самом деле, это как-то такой неплохой вариант, потому что в самом начале фильма, если ты помнишь, сам Росомаха... Помнишь, Чарльз у него там, типа, спрашивает про основной состав, и Росомаха-то как-то, ну, как-то прям отговаривается, типа, да ладно, там, зачем тебе знать, там, еще что-то там случилось. То есть, он как-то... Он не хочет об этом говорить, не хочет об этом говорить именно, да. И забавно, получается, интересно такая... Раньше Логан ничего не помнил, Чарльз ему пытался вновить память, теперь... Они поменяются. Чарльз ничего не помнит, и Логан глушит этим. Логан именно пытается держать его на плаву. То есть, если раньше все наоборот было, то здесь именно ученик стал учителем, и это прям очень чувствуется, особенно под самый конец, когда он, по сути, беспокоится за всех новых мутантов и хочет вывести их... Мне нравится, что... нам не подали такой трэшовый посыл, что Логан, типа... О, это, типа, новое поколение, новые X-мены, типа, это... Он... Вот нет вот этого... Нету трэша. Нету трэша, как бы... Можно это обыграть, сделать это трэшовенько, и так, типа, о, вы, новая, там, закадывая текст, там, вы, новая надежда. Но просто... Ты сам должен понимать, что, блин, да, это искусственные мутанты, все эти дети, но... Это, по сути, это потенциальное будущее, и... Которое как раз он и защищает. Здесь очень много, да, таких прям подтекстов, которые... Философии. Да, да, да. Когда... Особенно про прошлое. То есть, серьезно, если ты не знаешь весь вот этот огромный бэкграунд, то вот эти все слои, они... Они совершенно по-другому. То есть, фильм более 2D-шный. И, наверное, поэтому данный фильм нельзя там номинировать на какие-то награды, потому что, по сути, он как отдельный фильм, он крутой, он шикарный, но он не настолько качает вот именно как отдельный фильм. Как вот в рамках всех вот этих фильмов предыдущих, это просто шикарное произведение. Джеймс Мэнгл, блин, насколько он охренен в плане того, что он в Росомаке Бессмертному дал нам вот эту философию восточного, вот этого Ронина, вот как бы просто самурая, вот Ронина, вот все вот эти темы, все культуры, и... Которым, по сути, он и является по жизни. Да, да, то есть это очень хорошо характеризовало Логана. Здесь же философия вестерна, то есть философия выживания, даже они смотрят фильм, в котором герои говорят там о выживании, о убийствах вообще, что такое убийство, и... И... вот эта фраза Чарльза, когда он смотрит на Логана и говорит, ты меня разочаровал. У меня просто, мне чуть крыша не было, потому что он все время пытался Логана поднять, сделать из него человека, а не зверя, да, и по сути, он этого и добился, в днях нового будущего. Когда Логан возвращается к молодому Чарльзу, они абсолютно поменялись местами. И здесь просто после всей этой истории он говорит, ты меня разочаровал. И, блин, то есть Логан даже, он сам ведет себя просто, ему вообще на все приятно. Причем, поначалу, там, первой половины фильма как раз мы видим, что Логан особо не хочет ввязываться во всю эту катавасию, и, по сути, именно таким человечным опять Чарльз. То есть, если ты помнишь, вот с самого начала персонаж вот как бы вот этим таким очень-очень добрым, очень человечным, очень понимающим, учительным, он так и остается прямо до самого конца. И прямо, вот я смотрел на Чарльзу и Лору, прямо вот, последний его ученик. То есть, вот он остался до конца тем, кем он есть, учитель. То есть, он уже не смог учить Логана, как жить там и что делать. Здесь у него не было такой функции. Он скорее вот именно... И забавно, у Лора со всей вот этой бестией, вот этой вне, она все равно увидела в Чарльз. Она когда увидела, что Чарльз у него, у него истерика просто была. И было бы прикольно, на самом деле, думаю, может, они это как-то обыграют, а она молчит, 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 а Чарльз с ней переговорился в башке. Поэтому они хорошо друг друга себя понимали. И они просто от Логана он здесь еще больше антигерой, чем раньше. Он качает Чарльза наркотиками. Он вообще хотел сбежать на тачку. Лора там осталась. Совсем не герой. Как он и говорит, я не герой. Он положил Чарльза в лимузин, забавно, они не в лимузине, они здесь, он положил туда Чарльза и сел за руль, хотел свалить. То есть, ему вообще, он хотел подальше от этих неприятностей, типа, какие-то военные... Да, он весь фильм по сути, убежит от неприятностей. И в конце, когда Лора видит его в лесу, что он вернулся за ними, и, блин, и сам даже, когда... Он до последнего даже, по сути, в конце Лоре сказал, типа, все я сделал, типа, что надо. Ты потом поймешь. Да, да, да. И потом, мне кажется, он поменялся в том моменте, когда он понял, что они все равно следуют за ними, плевать на границы, похоже, даже было. Вот тогда все прям, все переломалось, и он стал тем же, кем он был. Если ты помнишь, как раз Логан, по сути, влился в эту тему из того, что мы пообещали много бабла. И понятно, что эти деньги, скорее всего, как раз кто-то из-за рубежа, так сказать, вливал. Денег было до хрена, потому что откуда там 25 тысяч уже было в этой медсестры, которая распадилась. Еще ребенок и ее люди. Все равно говорит, господи. Да, да, да. То есть это явно не они откуда-то украли, потому что вряд ли в данном медцентре был, не знаю, какой-то склад бабла, условно говоря. Это как-то, да, к тому же с этими детьми связывались со стороны. Да, да, да. То есть по-любому, не дети в каких-то, да. То есть по-любому, да, там на границе, значит, кто-то их ждал, а скорее всего ждали какое-то там, не знаю, может быть, общество мутантов, условно говоря. То есть что-то есть, есть какая-то еще третья сторона, можно сказать. Да, 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 вот. И на самом деле я прям до конца почти фильма думал, что нам покажут, как они переберутся через эту границу и что там будет магнета, да, который организовал как раз именно сам актер и Ян МакЛейн, когда я все равно не могу произнести его имя, вот, наш классический магнета, вот, и был, да, да, очень классный. Причем было бы прикольно, если бы он состарился под колеской. Это было бы очень смешно. Да, да. Это было бы классно. Вот, и очень на самом деле печально, что этого не было. Буквально вот сцена после титров, если бы была бы прям вот чуть-чуть, они переходят, это было бы просто... Они просто... Последний кадр, это, конечно, было бы странно не закончить этот фильм кадром вот этим с Росоматой. С Росоматой, да. С был бы Трэшовой, если бы магнета вышла. Да, я это понимаю, но это хотелось бы после титров, да. Я прям очень ждал этого, но, к сожалению, я понимаю. Мне прям вот это немного такое напомнило, когда Супермен в гробу лежал, он должен гроб по камеру приближать, и я такой... Сейчас камни поднимутся. Х-23, то есть Лора, она... Ее даже не хочется Х-23 называть, она будет просто... очень маленькая, просто бешеная Лора. Бешеная Лора. С ней прикольно. Во-первых, с ней офигенно... Как... Вот именно два таких для меня сочных сюжетных момента с ней, когда она начала говорить, просто не затыкай, и когда... Ты умеешь говорить? Почему ты раньше не говорила? Через пять секунд с заткни? Зал просто угорал. Я не знаю, как бы декорал, мы просто отдельно смотрели. Вот, но зал просто угорал, это было очень смешно. И другой такой момент, который, мне кажется, очень сильно нам говорит о персонаже, когда она на могиле Росомахи цитирует фильм. То есть нам это говорит о том, что она ничего о мире не знает, она даже... Она даже сказать не может, что... То есть она английский, по сути, хреново знает? Не, она не прямо моего хреново знает, я просто к тому, что она маленький ребенок, который вырос в лаборатории, ей нечего даже сказать. Да, да, и скорее всего, она даже, да, не весь фильм понимает. То есть там были моменты, когда она пересказала, типа, одну такую часть, которая подходила, и одну часть, которая, ну, косвенность. Иди домой, все будет хорошо. Да, да. Но на самом деле, это посыл к Логану, что Логан-то можешь уберечься. Да, 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 да. То есть это в плане режиссура понятно, что эта фраза работает, но в плане именно, такое чувство, что, типа, я должна сказать что-то умное, но я не знаю, что, потому что я маленькая, и просто цитируют этот фильм. Я сначала думал, когда там где-то середина была, они сидят в отеле, она смотрит этот фильм, я думаю, зачем нам показывают этот диалог в фильме? Не, 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 зачем нам выдержать, она смотрит, как это, блин, стопудово, стопудово это в дальнейшем будет, потому что такие моменты, они всегда работают на режиссуру, на развитие. Мне очень нравится, блин, насколько потрясающий сюжет. Что они скажут, это потом обыгрывается. Колебан боится света, это обыгрывается. Они рассказывают, Лора кушает хлопья еще вначале, она слышит шум, она встает, она волнуется и говорит, спокойно, это туту, это типа там, это электрический поезд. И потом нам обыгрывают этот поезд, что да, этот поезд действительно там есть, Лоран помер, естественно, свернул, это раз. То есть, все какие-то моменты, нам все конкретно обыгрывают. Да, там ту же пулю, с одной стороны ты думаешь, что а, я так и знал, я думал, что может он сам действительно... А, нет-нет, я потом, да, я понял, что Х-24 он по-любому, по сути, вот. Сначала просто, когда его вводят, ты думаешь, что это вводится именно для того, чтобы показать, что персонаж думает о самоубийстве, потому что, ну как бы это логично, у него-то ситуация. Я, может быть, немного сбегаю вперед, но мы все-таки о пуле говорим. На самом деле, да, я понимаю, что у него притупилась регенерация, и он может от этого умереть, но Х-24, то есть, вот этот момент мне немножко... Ну, там, возможно, просто калибр был большой, если ты помнишь, что калибр был, там, ему просто снесли полбашки, по сути. но... Хотя она стреляла из маленькой букулки, и... Ну, короче, ладно, давай не будем, в любом фильме есть косяки, и как бы... Ну, я даже не знаю, косяк, вот, допустим, мой брат, он дикий фанат Росомахи, вот, и он говорит, что все, если у тебя мозг умер, ты уже не зарегенерируешь. Но, просто, я помню, у тебя уже к Люде Х2, там, ему... А, нет, к Люде Х2 там было, немножко у него... Ему попали, короче... Ну, да, давай будем, и там, на самом деле, даже если сравнить... Все равно, с пулей такой странный момент, немножко... Там, если в это, на самом деле, копать, если ты вспомнишь, из какого магнума, там, из питона, такого огромного, ему впальнули, то есть, там, совершенно разный... Патрон, который там был, и патрон, который был вот в этой маленькой пуглоке, из которой девочка выстрелила, это совершенно два разных калибра. И как раз там гораздо больше было. Ну, короче, ладно, в каждом фильме есть косяки. Ребята, вы поняли, я думаю, о чем мы говорим. Это скорее не косяк, а просто о чем можно подумать такой чисто технический. Ну, да, да, да. И, Бремон с Лорой, конечно, прям очень-очень круто чувствуется, насколько она, не знаю, где-то нестабильна. То есть, она уникальна, она вроде какой-то такой изувеченный, нестабильный объект, который действительно, ты чувствуешь, что это не ребенок, это убийца. С такой стороны, не знаю, она начинает обижаться, когда ей не дают покататься на лошадках. Да, да, да. И мне, на самом деле, больше всего как раз понравился вот этот контраст, то есть, насколько именно маленькая девочка, вот как нам показали именно маленькую девочку, и нам показали жесткую убийцу. И мне очень понравилось, как вот это работает именно на очень крутом контрасте, потому что именно вот в этом случае я и оценил полностью рейтинг 18+, потому что, если бы его не было, то мы бы видели, ну, там Кривлянник, как она прыгает, бегает, а здесь именно работает на все... мне интересно, всем детям-актерам позволили, например, уйти? Да, да. Слушай, я думаю, что это всех просто интересует. Там грудь, там убийство, то есть, это как-то странный, такой этический чистый момент, что ты... Ну, да, да. Спасибо, спасибо, Дафна, ты снялась в этом крутом фильме, но посмотришь, но посмотришь, ты его через 10 лет. 10 лет, да. То есть, вряд ли эти все дети сидели просто, не знаю, смотрели, я не могу это представить, как родители с этими детьми сидят и такие... и объясняют, ну, типа, это вот, в жизни так не надо делать. Дети очень классно отыграли, ты даже вот этим детям, этим маленьким отпрыскам, ты как-то все равно веришь, что... Хотя, может быть, немножко хотелось бы увидеть их травмированным, после того, через что они прошли, может быть, они немножко... Они слишком веселые были, но... Они какие-то веселые были, они могли бы сидеть немножко. Ну, не, но опять же, дети, они очень быстро переключаются с одной темы на другую, все-таки дети есть дети, да. По поводу способностей, классно были показаны их способности, на самом деле, и... Там даже ощущалось в прямом мире, что значит иметь вот эту хрень, и что-то... То есть, не было никакого трешика, то есть, если, допустим, электричество, то он именно отрагивается, что-то, он не пускает молнии, там, как... Электро. Или этот... Да, или как электро. Вот. Там... Потом девчонка, которая то ли воздухом, то ли гравитацией... Я сначала подумал, она деревьями управляла, но не... Похоже, что она как будто бы гравитацией управляла, когда она там, типа, эту кучу иголых чувака, у нее просто все лицо размазано, а потом она ее вообще просто... И потом просто начали. Гравитация разорвала, скорее. Я думаю, что гравитация, да. Уровень доктора Манхэттена, прусс. Да, то есть, это очень все классно было, нам показали такие стихийных детей, скажем так. Да, да, они просто аватарчик устроили. Да, и причем было даже видно, что... Чувствуется, что военные рассчитывали на военное применение. Да, да, да. Немножко странновато сделали. Хотя, блин, у них есть там, наверное, завал, когда девчонка замораживала, там, отдыхать, я думаю, может, они как-то Тайсмэна взяли, эту хрень просто перенесли. Такие плюшки, я думаю, может, это как-то... Как-то связано, ну, как-то... Да, да. Косина, может, как-то... Ну, короче, дети понравились, дети ощущалось, что они, блин, они очень опасны. То есть, они вроде миленькие дети, и... Дога Лора была очень бешеная, вот. Но все равно чувствовали, что дети очень опасны. Да, то есть, когда они поначалу бегают, как поросята... В конце нам, в конце нам дают это понять, когда они Дональда Пирса, они просто берут и мстят ему просто аду. Убивают. Просто куски. Я все время, я все время ожидал, что просто Логан или Лора как-то круто отыграются на этом языкастом углюдке, просто, не знаю, его убьют. А здесь намного креативнее. И без этой сцены... Слушай, она все-таки... Она траву... Она траву использовала, помнишь, когда они все его просто... Да, 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 конечно, конечно. И как раз шею, шею свернула вот эта трава. Там вообще такое пятно крови было, поднимал, и там просто у него сзади над башкой кровь. Там было пятно кровь. Не, не помню. Просто лужица растеклая. Вот, давай, ладно, перейдем на самом деле к Росомахе, к X24. К Сама-хам. И к X24, на самом деле, это такая классная пасхалка, которую внезапно так... До сих пор не могу я в голове уместить этот... Круто, круто было, что видно, что, скажем так, X24 был моложе, чем... Оригинальные Росомахи опаснее. Да, но все равно, на мой взгляд, было бы круче, если бы они бы воссоздали тело более раннего Росомахи. То есть там, именно чтобы у него лицо было еще моложе. Мне кажется, это было бы еще круче. Потому что все-таки ты смотрел на него лицо... Все равно актер все-таки в возрасте. Ты думал, чтобы они его еще омолодили? Да, чтобы искусственно еще омолодили, мне кажется, это было бы еще приколнее. А сложно в экшене это сделать? Да нет. Потому что когда герой стоит и разговаривает... Нет, ну куча фильмов есть, где искусственно как бы омолаживали, это не проблема. То есть это, да, дополнительный бюджет, но мне кажется, было бы прикольнее. Было бы не натурально, все-таки здесь не так много CG до самого конца. То есть у нас практически с техникой работают. Ну да, в принципе, как он в Росомахе. Это... Нет, ну когда он тогда появился, я не знаю, я до сих пор не знаю, что сказать на самом деле. Лысый клон Росомахи просто абсолютно такой же, просто искусственный. Первое, что у меня в башке вообще появилось, это насколько... Это логично, но это... Насколько это логично с одной стороны и с другой стороны метафорично. То есть, по сути, это заключительная часть и по сути, Росомаха здесь дерется, да, с собой и с прошлого. То есть, каким он был вот этим убийцей, который просто резал всех направо и налево. Особо даже... Ну да, да, да. То есть, это очень круто. Контраст идет хороший. Да. Особенно он не с помощью, он всегда в черном был. Вот этот клон. Раз? Да, у него такая темная-темная всегда одежда была. И майка, и штаны, и ботиночки. Ну да, да. И мне нравилось, когда все равно чувствуется, что да, этот Росомах агрессивнее, опаснее, но оригинально опытнее. Да. Опытнее. И, слушай, глаза, да, у X24 были глаза, не просто другие. Да, да, да. Ну там, типа, показали, что якобы там камеры, такие зрачки туда-сюда бегали. Там были, типа... Да? Да. То есть, если помнишь, в Росомаха, я просто... В Росомаха начало, там как раз у Дэдпула в башке тоже камеры были, и здесь, типа, то же самое получилось. Ну, типа, да, да. И просто, я думаю, может быть, типа, это невозможно полностью повторить, и глаза всегда, типа, даже как-то у них своя структура, может быть, что-то... Ну, в общем, блин, Джекман очень крут. Он сыграл вроде такого и такого. То есть... Не, ну, с этим все понятно. Давай к Джекману, вот именно как... Да, да, мне еще очень понравилось, просто вот нам... В конце, когда он всю дозу просто вогнал вот это в себя, и просто... И этот крик, и он бежит, и ты думаешь, все, вот нам вернули на пару минут. Все, это последний призывок его, вот именно в Росомахе. Причем, на самом деле, я не сразу даже понял, что вот это лекарство, оно будет именно временно. То есть я думал, так, окей, они это лекарство очень круто позиционировали почти до самого конца, что это... Офигенный препарат. Да, что это именно препарат, который, по сути, спасет его и вылечит его от болезни. И только под самый конец они такие, ну, знаешь, типа, как бы это временно, поэтому сорян. Вот, это очень классно было. Я думал, да, может он как-то нам... Он вернется, и как-то, ну, это было бы, наверное, немного трэш-шоу, но все равно, как бы, в конец персонажа... Они рассчитывали убить персонажа. Ну, да. Поэтому это, в принципе, вкладывало. Нет, в плане сюжета, да, то есть по причине, по которой он умирает, все очень классно было сделано. Смерть Росомахи здесь просто потрясающе. И это действительно, это очень, мне кажется, очень сложно можно сделать. Не знаю, в том же третьем Бэтмене, Нолана, они хотели, как бы, нам сделать смерть, но все-таки не сделали. Это все-таки было, как-то, ну, типа, слишком гладенько. Там, там другое, то есть там получается, что образ живет, а в этом на покое. Да, ну, просто это как-то хотели, но у них не было вот именно шаров, можно сказать, чтобы сделать это как-то здесь. Я не знаю, я не могу вспомнить, там, фильм какой-то, чтобы реально герои, ну, все, конец истории, конец... Вот мне это нравится, и хочется увидеть, действительно, конец персонажа, конец... Жирную точку. Когда пошли, в тех же комиксах или мультиках, а, ты знаешь, будет следующая серия, а, все-таки... Ты знаешь, что Ангуэнги, да... Уже ставок, ставок вот этих нет уже, ты думаешь, что, тем более, у него там регенерация, там, либо... А здесь они просто закрыли этот вопрос, то есть здесь они... Ну, опять же, мы надеемся, что они закрыли этот вопрос, потому что точка была очень красивая. Да, точка была красивая, и сам Логан, он смотрит эти комиксы, и он сам говорит, что, типа, в жизни люди умирают, это все хрень. И это действительно позиция, на которой я сейчас сказал, что... В мультиках... И помнишь, когда... Помнишь, они разговаривают, типа, а ты там видишь, естественно, да, я вижу, и там был момент, когда они, получается, с X-20, не знаю, почему я X-20-3 звал, но, наверное, потому что так проще, они разговаривают, и он ей говорит просто одну фразу, которую ты понимаешь, да, это, типа, фильм не для маленьких, когда он говорит, типа, живи с этим, научись с этим жить просто. Типа, я вижу кошмар, научись с этим жить. Потом, если же коснулись немного комиксов, это, блин, с одной стороны, немножко... Блин, они настолько... Вот если бы я просто, там, на бумаге мне сказали, что, типа, в этом фильме есть комиксы X-мены, типа, что за... Они настолько... Причем, они не просто это впихнули, а маленькая пасхалочка, они сделали это частью сюжета. Да, да. То есть, то, что... Причем, забавно, до сих пор непонятно, вот эта медсестра, которая взяла эти координаты, что это было? Это реально были координаты, реально есть убежище или мутанты? Она, типа... Я еще только не понял, там... Не помню, проскальзывали ли названия авторов, кто написал эти комиксы. А вот эти все люди, типа, это вымышленные люди. Может быть, там как раз можно провести какой-нибудь аналог, там, с каким-то мутантом, может, еще что-то. Короче, в этом надо копаться. Может, это мутанты нарисовали этот комикс и сделали послание. Магнет, магнет оселел и рисовал и все. Мне очень понравилось, что здесь нам действительно показали именно старика Логана, у которого просто куча болячек, который бухает просто направо и налево. И не только. Иногда просто еле-еле ноги переставляет. Да, он ходит, хромает все. Ты помнишь начало, начало фильма, когда он просто, с одной стороны, убитый в жопу, то есть, у него там еле-еле ноги вообще шевлятся, он еще и бухой. Он встает, такой, парень, парень, не надо тут делать. Его избивают, потом такая ярость у него приходит, он начинает всех кромсать, резать. Это прям очень показательная сцена, потому что, почти весь фильм такой. Да. Можно сразу дали понять, что это за фильм. Просто сразу. Да, 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 да. И, блин, Логан бомбило. Вышибало. Вы только, нет, бомбило в плане, ну, он просто на тачке всех разводит. А, ну да. То есть, вы только об этом задумаетесь. На американу вышибало. Да, да. И, на самом деле, вот прям, реально огромный респект, это причина, по которой, на самом деле, он теряет свою вот эту регенерацию. Причем он старее, да. То есть, насколько я понимаю, в течение всего фильма нам давали такие тонкие-тонкие намеки на это. И под самый конец нам только это раскрыли, когда непосредственно он общается с главным как раз профессором. Просто врач какой-то в клинике. Ну, с врачом. Частной клиникой. Короче, нам, по сути, говорят, что Логан начал скатываться в эту яму именно после того, как ему вживили, по сути, вот этот металл. То есть, у него весь скелет состоит из этого металла, у него когти. То есть, у него, по сути, металл, можно сказать, что отравляет весь организм. И косвенно, собственно, из-за этого он и... То есть, если вы вспомните таймлайн, да, условно говоря, там, в каком году он родился, не помнишь, тысяча, по-моему, сорок... Сам Джеймс, сам, да, родился. Тысяча восемьсот, там, под... Короче, конец девятнадцатого века. Тысяча восемьсот, разве, да, раньше. Ну, в общем... То есть, родился, он хрен знает, когда. А, по сути, если мы посмотрим именно на фильмы, то есть, на таймлайн фильмов, то, по сути, именно так конкретно стареть он начал только после того момента, как ему именно сделали вот эту операцию, как из него сделали оружие X, по сути. Вот. И это очень классно. То есть, реально, ему вживили этот металл, он, по сути, делает из него просто неуязвимое, мега крутое оружие, но оно же его и убивает. То есть, у всего есть цена, по сути. То есть, даже у него, да. Я, на самом деле, вот эту, честно говоря, не знаю, какую, ребят, но вот эту линию я не проследил. То есть, я ее не отрицаю, я, в принципе, согласен с этим. Просто я лично плохо эту линию воспринял. Мне как бы надо пересмотреть и акцентировать на это. Она потому что не очень так явно дается. То есть, тебе в открытую не говорят, так, я, короче, подыхаю, потому что вот это. Она очень тонко дается, мне это понравилось. Напоминает, он, Железный человек два раза, Тони Стармин. Даже маленькая вот эта хрень все равно ему отравлял. Даже он лекарства не мог найти. Да, но там немножко другая специфика была. Там именно из-за... Ну, короче, да, это отдельная тема. Вот. Собственно, и здесь, по сути, вот когда под самый конец мы видим, что его регенерация просто уже в тар-тарары сливается, это просто... Это необъясуемая радость, потому что такую концовку, действительно, достойную. Они придумали это... Это потрясающе. Да, то есть лучше сложно придумать. Он... Если бы он просто где-то как-то помер, вот именно вот это сочетание умер Чарльз и Лора. Да, плюс вот эту причину, по которой он начал... Х-24 вообще вот эта вся, вот эта драка, вот это убийство. То есть вообще все вот эти, все эти линии подведены идеально к его смерти. Да. То есть, не знаю, я вспоминал вот этот знаменитый ризот комиса, когда он застывает в адаматиуме, ну как-то, ну... О, окей. Типа, это просто сценаристы. Мы должны его убить. Ага! Ну то есть... Давайте зальем его. А здесь весь фильм настроен на это, весь фильм к этому подводит. Тот же, не знаю, я даже не знаю, какие-то другие фильмы, где-то можно даже писать. Они вот единственное, не знаю, вспоминается путь Супермена, вот, в этой вселенной, в новой, что, поэтому не против Супермена, нам тоже его смерть подводит. Ну, там все-таки, конечно, не так драматично, понятное дело, но все равно, вот, все линии выстроены к тому, что персонаж умрет. Если бы Супермен не умер бы, то это было бы странно. Здесь это еще мощнее. То есть, если бы здесь Логан не умер, то... И с крестом, с Иксом был. Да, с Иксом. Шикарненько. Блин, там такие моменты были, вроде драма, но такие моменты, что я все равно улыбался. То есть, там были смешные моменты, и... Не знаю, там об ребенка стреляют, а он толстенький бежит. То есть, я должен... А, об ребенка стреляют, а он так смешно бежит. Со смертью Росомахи, на самом деле, это не столько смерть Логана. Сколько, в принципе, смерть команды Люди Икс. Конец Люди Икс, да, то есть, Чарльза нет, Иксмены распались, кто-то погиб, Чарльз погиб, Логан погиб. Мутантов-то вообще нет, в принципе, то есть, они все теперь искусственно созданы. И... Единственный след Иксменов Росомахи, это лор. Это комиксы. Гигантский птеродактор. Да. Вот. По сути, вот этот фильм, не тот, что данный фильм называется Логан, но он заканчивает все. Он заканчивает все, не все клоно. Все, что случится, вот все, не минувшее будущее, вообще вся, вся эта история, и все, что даже случится в фильмах, которые еще не вышли, даже, которые сценарий только-только начинают писать, мы уже знаем, как это все закончится. Я надеюсь, вот главное, чтобы не было в дальнейшем косяков вот с этим, что... Чтобы не противоречило конкретно этому фильму. Да, так что, не знаю, там, профессор не умер до этого, грубо говоря. Ну, это было бы, и раз уж мы говорим о таймлайне, у тебя есть какие-то вообще мысли по-болу? На самом деле, что мне понравилось, это то, что в этом фильме нам ясно дали понять, поскольку там у него Катана была, там тот же медальон, то есть нам ясно дали понять, что те события, которые, в принципе, мы наблюдали в предыдущих фильмах, они, в принципе, были, то есть они и будут, и были, в принципе, в этом таймлайне, который, собственно, изменили после дней минувшего будущего, но просто эти события, да, они могли быть немножко по-другому. Да, 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 то есть там, условно говоря, что он был в этой же Японии, там, может быть, он даже так же сражался, но ему, допустим, там не отрубили те же когти, условно говоря, то есть... Что, по сути, было, наверное, потому что... Ну, да, да. Когти-то не отрубили. Вот, и... Ну, единственное, как бы... Ладно, это уже выходить в дебри людей, сцени Росомахи, поэтому это уже не стоит. Но, в принципе, он прикольный, действительно, такую точечку. Он взял этот таймлайн, как бы, не минувшего будущего, таймлайн просто взорвали и перемешали, а этот фильм, он как будто... Он успокоил как будто во мне вот эти какие-то мысли непонятные, а что было, а что не было, была ли Япония, не была Япония. Плюс, если ты помнишь про самого режиссера, ты как раз... Да, то ли Джеймс Мэнгл, то ли Брайн Сейнли, то ли, может я путаю, даже сам Саймон Кинберг, это тоже такой архитектор и сценарист, и продюсер нашей вселенной UX. Он... Кто-то из них, короче, да, это глупо, он вообще кто-то из них сказал, что, по сути, все эти события могли произойти в какой-то ключе, в какой-то степени. По сути, это официальное подтверждение того, что все спокойно. Что время, оно в любом случае не в корне меняется, а что... Да, даже сам Хэнк, Хэнк... еще предупреждал такую... Говорю, что есть теория физики, когда что бы ты ни делал, все, в принципе... Да, да. Понятно, не так? Как камушек ты кинул... Короче, грубо говоря, стражи не захватят весь мир, не убьют людей, стражи, но все равно какие-то моменты будут. Ну, да. Вот, поэтому... На самом деле, я боялся, потому что я смотрел там обзоры неспойлерные до премьеры, и все очень так говорили, что типа... Вообще, типа, это своя вселенная, забейте на таймлайн. Но, по сути, наоборот. То есть, все вообще круто. Я не знаю, может, кому-то смутило, что в апокалипсисе был один актер, который говорил, Колебана, а здесь другой, и что-то там времени стыковалось. Не знаю, мне все казалось органично. Да. Да, это могло перерасти в это, это могло стать этим, 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 этим. Ребят, на этом, я думаю, стоит закончить. Получился очень такой длинненький обзор, как и с Бэтменом против Супермена. На самом деле, получился, как вы понимаете, только по одной простой причине, потому что нам действительно есть что сказать о фильме. Он реально нам понравился. Это что-то прям такое особенное, что-то новое, что-то свежее. Пишите обязательно в комментариях, как вам фильм понравился, не понравился, что больше всего понравился, что, может быть, меньше всего понравился. Прямо по пунктам давайте, ребят, так, чтобы продуктивненько было. Да, о фильме есть что сказать. Я думаю, мы долго еще будем с тобой о нем в ближайшие дни. Да, да. Главное, на самом деле, чтобы фильм собрал кассу и чтобы в дальнейшем мы действительно что-то подобное видели. Чтобы это было не единожды. чтобы их старания, ихние вот эти все концепции, она окупилась, чтобы, типа, да, да, чтобы люди оценили. Будем надеяться. Вот, ну все, ребят, счастливо. Увидимся в следующем видео. Да, слушай, ой, я устал уже болтать. Кстати, не знаю, вот думал, допустим, о стандартной оценке фильма, то есть, я не знаю, ну, из 10, грубо говоря, то есть, я не знаю, даже минус, вот просто не знаю, там, 9,5 или 9 хочется поставить. Таких прям серьезных минусов, да, да, ну, я на самом деле на киноповеске на том же 9 уже влетел. Я, в принципе, ни одному фильму 10 не ставил. есть 10 фильм, в котором я 10 поставил, но об этом не скажи потом. Я 9 поставил, потому что я и за что 10. Ну, да, 9,9, ну, конечно, надо пересматривать, потом понимать, да. Да не, уже сейчас... 9,9, как сам фильм. То есть, «Росомахи бессмертными» я не могу 9 поставить. То есть, восьмерку я... Ну, да, там вот эта концовочка трешовая, наконец. восьмерочку можно. А здесь все прям, все четенько. Назову дочку Лора. Или сыну.